Если изделие с пузырем, с воздухом попадет в печь, что произойдет? Взорвется, все правильно. То есть нам нужно хорошенько отбить глину. Сегодня ребята из многодетных семей познают, что такое техника шара, шликеры, ручная лепка. В гостях у гончарной школы дети из российского детского фонда. Мастер-класс по лепке из глины ребятам подарили депутаты Молодежной Думы. При поддержке председателя регионального ЗАГС собрания Владимира Киселева юные законодатели решили организовать цикл благотворительных акций. Думцы будут дарить детям возможность раскрыть творческий потенциал и приобрести новые навыки. Мы на очередном нашем собрании совета решили, что надо такие хобби распространять среди молодежи нашей области, чтобы каждый ребенок мог обрести для себя любимые занятия и в свободное время заниматься чем-то интересным для себя. Может быть, это в будущем будет даже его профессией. Влад Лызин в свои 12 уже научился сам создавать керамические изделия. Признается, что каждый раз получает от процесса много радостных эмоций. Мне очень нравится лепить. Когда я первый раз лепил, только я на гончарном был, это тоже было очень захватывающе. Но, правда, первый раз ничего не получалось. Так тогда весело. Я думаю, это очень даже полезно и весело. Потому что можно понять какие-то новые искусства. Под чутким руководством учителей гончарной школы дети сегодня лепили кита. Причем сами мастера за функциональную керамику. В такую посуду после обжига можно будет поместить конфеты или сухофрукты. Польза от таких уроков очевидная. Педагоги уверены, лепка из глины успокаивает и развивает у детей мелкую моторику. Глины на самом деле в этом движении забирают все плохое у человека. Все-таки это моторика. Это пальчики, подушечки, все чувствуют. И поэтому это очень важно, чтобы ребенок развивал свою моторику. Гончарная мастерская сегодня дала старт целому благотворительному проекту. Молодые парламентарии надеются, что к участию в нем присоединятся и владельцы других мастерских города Владимира. В планах молодежной думы продолжат сотрудничество с детскими фондами. В цикле мастер-классов примут также участие воспитанники детских домов и специализированных школ.